Мы нашли портал в другое измерение. Это самое интересное приключение в моей жизни. Не надо сюда ходить. Ни в коем случае. Мы приехали в статус Бойяс и 7 недель мы проведем в этом интереснейшем месте. Когда-то в эти земли пришли европейцы в поисках золота. Чтобы местные жители рассказали им, где добыть драгоценный металл, португальцы говорили, что подожгут все реки, если местные не отведут их к золоту. А в доказательство поджигали прозрачную жидкость, очень похожую на воду. Вот только индейцы не знали, что это кашаса, которая легко воспламеняется. И никакой магии тут нет. Добыча золота не стала главным занятием здесь. Со временем гектары освоили фермеры, и ГАЯС считается прежде всего аграрным штатом. Мы приехали сюда из соседнего Мина-Жирайса и начали исследовать ГАЯС с юга. Решили заехать в маленький городок, который называется Рио-Кенчи. Кстати, что это значит, задает мне каверзный вопрос жена. Это означает горячая, очень-очень горячая, прям кипяток река. Почему город так называется? Потому что здесь очень много разных минеральных источников. И много здесь построено отелей. И даже есть большой аквапарк. Поэтому, когда мы заселились сейчас в отель, у нас есть опция. Мы можем просто в самом отеле наслаждаться в бассейне, принимать все эти ванны, там томиться, как картошечка, гулька в кастрюле. Завтра мы хотим перейти на другой уровень. Поэтому мы идем в аквапарк, вот этих вот горящих источников. И надеюсь, это будет вообще просто бомба. Знаете, пока мы ждем гаянскую кухню, я хотел сказать про попугая. Так непривычно, что попугая где-то постоянно рядом. Они так приятно кричат. И я вот смотрю, кто-то живет вот в этом доме. И к нему на балкон прилетают очень красивые, такие ярко-зеленого цвета попугая. Я думаю, какая красота вообще. Какая атмосфера здесь создается потрясающая. И это не только здесь. Это вообще часто везде, и в Бразилии такое происходит. Кроме Сан-Паулу, конечно, там попугая фикстри. Гаянское блюдо в кастрюльке по рецепту шеф-повара. Света, я не знаю, как... Ну, она проделывает колоссальную работу. Она всегда что-то находит. Мы приехали в совершенно другую локацию, в другой штаб, в Боис. И здесь вот есть вот такая еда. А что, я вижу тут рис, какие-то бананы, сыр. И много мух. Меня удивляет, потому что они всегда смешивают, например, мясо и там, допустим, банан. Потом сыр вот-то засовывают. Потом еще что-то. Это плов. Только напичканный разного рода ингредиенты. Типа здесь и колбаска, и мясо, и сыр, и овощи, и какие-то фрукты разные. Вкусный бразильский плов. Принешли два факела, которые пытаются отогнать муху. Кажется, что с одной муха не съела. Вы скажете, почему мухи-то здесь вообще оказываются? Здесь какие-то растения живут. Эти растения сильно привлекают мухи. Ну, нам так официант сказал, возможно, это просто отмазка. Возможно, да, это очень грамотная отмазка. Если вы ресторатор, и у вас очень много мух, имейте в виду этого. Ну, как говоришь, мухи-то растения растут, и они привлекают мухи. Главное бы не говорить, когда зима имени встретить, чтобы не выпилить совсем джидиона. Двигаемся в сторону вход парка. Как раз тот супер-мега-крутой аквапарк, который интересен тем, что у него не просто какая-то вода, вода из минеральных источников. Да, вы представляете, они на источниках построили гигантский аквапарк размером 55 квадратных метров. 55? Тысяч. Маленький такой. Тысяч, конечно. Маленький такой, прям такой, чуть-чуть такой. Мы зашли, и нам дали вот такие вот резиновые браслетики, на которых кредит в размере 450 риалов. Мы можем тратить в течение дня, а на выходе мы должны за них заплатить, чтобы нас отпустили сюда. Я снова туда не пойду, у меня чуть сердце не остановилось. Это реально очень страшно. Люди кричат, но я думаю, ну, они всегда кричат. Наверное, там нормально. Но ты прям отвесно падаешь, и сердце замирает. Это очень страшно. Да, слушайте, ребята, там реально был момент свободного падения, и ты такой, ааааа, вообще просто, у тебя только один крик, и все. И потом ты вылетаешь, и практически до самого забора думаешь, как бы сейчас в джунгли не улететь туда. Короче, топовая горка обязательно надо посещать. Я не пойду больше. Ну что, мы только что прокатились на еще одной горке, самой страшной. Почему она еще страшная? Потому что ты едешь с пьяной, и думаешь, блин, что же меня там ожидает? А там ожидает постоянно какая-то засада. В общем, я еле доехал. Мы накатались на адреналиновых горках, и сейчас время расслабиться. Ленивая река. Сейчас поленимся на этой реке. Свет, ну ты что делаешь такое? Я плаваю в теплом бассейне, в котором есть парк, и наливаю разливное пиво. А что это за водичка? Она какая-то особенная, я правильно понимаю? Ну, вроде как тут горячие источники, вот мы у этих горячих источников купаем. Оздоравливаемся и снаружи. И внутри. Сто ду бом! Сто ду бом! А потом мы поехали из Рио-Кенчи в маленький городок Жатаи. Заселились в новый дом. У нас есть огороженная территория. Вот так она выглядит. Там даже есть место для собаки. Есть типа ля-богульник называется, чтобы воры не провазили. Здесь у нас парковка для автомобиля. Заходим внутрь, попадаем в гостиную. Кухня, стол, шесть стульев, достаточно просторная. Первая спальня, маленькая. Здесь зато есть всякие полотенца, полный комплект. Так, вторая спальня, опять есть шкаф. Здесь есть скандер, самое главное для нас большая кровать. Санузел. Здесь у нас есть стиральная машина. И вот через эту зону, стиралка, мы попадаем в большое такое пространство. Здесь еще одна кухня. Теперь осталось изучить территорию. Погнали! Усада Дас Арарос. Я давно хотел посетить это место, но оно очень дорогое. С котом здесь жить нельзя. Мы решили кота оставить дома и приехать сюда, и взять, и устроить хайкинг. Мы сейчас пойдем в ту сторону той горы. Там жили миллионы лет назад. Хотя нет, я немножко приукрасил. Тысячи лет назад древние люди. Мы пойдем посмотрим, как они там все еще живут или нет. Возможно, мы найдем их рисунки. Инстаграма тогда не было, поэтому они фигачили свое творчество на камни. Здесь настолько много всяких прикольных животных, что вот пока мы сюда ехали, мы увидели какую-то очень сильно опасную змею. Это коралловая змея. Потом мы увидели сову. Причем это, скорее всего, была мама-сова. А внизу был совенок. Тоже они прикольно смотрели. Смотрелись, они смотрели на нас, мы смотрели на них. Совенок очень сильно напрягался. Это было вообще великолепно. И вообще, пока мы ехали вот до этого места, а здесь место славится тем, что здесь очень много разных птиц, я такой говорю еще, надо бы дрон запустить. И тут, оказывается, меня опередили. Какой-то фермер запустил огроменный дрон, который распрыскивал что-то там. Пока мы сюда ехали, мы вообще получили максимум удовольствия. И супер. Мы очень рады, что мы сюда приехали. Только посмотрите, какая красота. Фантастика. Вот этим рисунком 11 тысяч лет. Вишенка на торте сегодняшнего приключения. Это натуральные песины. Что такое песины? Это бассейн. Посмотрите, какая там прозрачная вода. Штат Гаяс вообще как будто бы находится вне радара путешественников. И даже прям в самых таких топовых путеводителях сказано, ну, вроде сюда нет смысла ехать. Оказывается, смысл есть. И мы сегодня, приехав в Пусаду до Арарос, сходили до прикольной горы, посмотрели. Было достаточно интересно. Но, помимо этого, мы сейчас посетили натуральный бассейн. Я хоть и не очень люблю купаться вот в холодной воде, я с таким удовольствием туда побежал и нырнул, потому что это, ну, это срыбушки. Мне там очень понравилось. Я прекрасно провел время. И мне все больше и больше нравится этот штат. Мы приехали в парк, который посвящен защите родственников страусов. Нанду. Я проведу небольшой ликбез и введу вас в основы страусоведения. Сами страусы обитают в Африке. Их родственники Эму в Австралии. А то, что обитает в Южной Америке, называется Нанду. Приехали мы второй раз. И в этот раз мы решили взять гида. Мы договорились, списались, приехали уже утром. А утром сюда именно стоит приезжать, потому что можно увидеть гораздо больше птиц, потому что когда жарко, все разбегаются. С гидом все заиграло новыми красками. Гид, во-первых, видит гораздо дальше, больше, слышит. Такой, ну-ка, ну-ка. Мы с большим удовольствием сейчас поездили пару часиков. Пообедаем и продолжим наше путешествие. Удивительно, что здесь огромное количество ящериц бегает здоровых. Сейчас вот пытаюсь их отснять. Мы сейчас пойдем поедим. Прям посмотрим, как местные живут здесь. Зайдем внутрь. И знаете что? Здесь, оказывается, есть полудомашнее животное. Сова, которая ночью летает, охотится. А днем приходит домой, занимает место. И спокойненько отдыхает, набирается сил. По тем местам, которые мы сейчас вот ездили, только что сегодня, мы уже ездили. А с гидом у нас есть возможность поехать дальше. Туда, куда можно ехать только с гидом. Надеюсь, мы что-то еще интересное увидим. Ребята, мы только что видели пуму, а до этого видели оленя. Это вообще фантастика. Парк не перестает удивлять. Здесь столько всяких птиц. Мы никогда столько не видели. Все благодаря Нэна. Видели, как пума переходила дорогу. Точнее, это Нэна увидела. И мы подъехали и посмотрели, где там она, что там. Мы подумали, может быть, это какой-то волк. Но присмотрелись, когда подъехали. Там действительно здоровенная пума была. Никогда не видел в дикой природе пуму. Вообще, она такая мощная. А через 10 минут мы увидели вторую пуму. Но, к сожалению, это не наши кадры. Первая пума даже не дала шанса ее заснять. Мы увидели лишь ее хвостатую попу, прыгающую в кусты. А вторая вышла на дорогу и даже разглядывала нашу машину несколько секунд. Но пока мы включили фотоаппарат, открыли окно и сфокусировались, пума решила, что сеанс окончен и скрылась в густой растительности. Так что придется вам верить нам на слово. Восторг от увиденных пум был равноселен разочарованию от того, что кадры не получились. Затем мы отправились в столицу страны Бразилия и провели там целый месяц. Об этом уже вышел фильм на нашем канале. А потом двинулись на север к национальному парку Шапада-дос-Виадейрос и заселились в ближайшем городе Алта-Параиса. Вот так выглядит у нас дом. Здесь территория, где можно поработать. Здесь гамак можно разрешить. Очень здорово, что там есть розетка. Это прям огонь. Пространство для автомобиля. Все так очень инстаграмненько, стильненько выглядит. Диван. Хороший такой качественный диванчик. Простой телевизор. Здесь у нас место, где можно есть. Санузел. И вот так выглядит спально. Тут у нас шкаф. Кондер. И вот такая кровать. Ну, а теперь пора продолжать изучать штат Гуэс. Погнали. Мы видим инопланетян повсюду. Вот даже на автомобиле они в троечка сидят тут и ездят с водителем по этому замечательному месту. Здесь реально очень много всяких рисунков, сувениров, связанных с инопланетянами. И мы такие, почему? И говорят о том, что в этом месте очень много разных минералов. И в особенности кварца. И этого кварца настолько много, что местные думают, что когда инопланетяне будут пролетать на землю, они такие, о, тут у нас подсвечено место прям для нашего корабля. Поэтому столько много здесь инопланетян. Мы решили сходить в индийский ресторан. Индийская еда одна из самых вкуснейших в мире. Поэтому, когда я вижу индийский ресторан, меня ноги сами туда несут. Вообще, если говорить про то место, в котором мы оказались, очень много здесь каких-то просветленных людей, правильного питания. Вот этих вот ресторанов заточено в том, чтобы тебе можно было что-то скушать такое вегетарианское, веганское. Я перехожу к дегустации. Значит, масала, чай. Вообще, отличный масала, чай. Ласси. Оригинальный вкус. Кому-то, может, не зайдет, кому-то зайдет. Это кисломолочный напиток с манго. Очень интересный вкус. Рекомендую попробовать. И у нас также самоса. Это пирожочек, внутри которого овощи. Там у них на кухне индус. И он знает, как готовить. Смайл. You will be a superstar soon. Оскар goes to... What is your name? Кулиан. Что, ребят? В принципе, они выкладывают такие тарелки, чтобы ты мог эту еду складывать сюда, смешивать с рисом. Но я так никогда не делаю. Индусы, наверное, скажут, ну ты вообще какой-то неправильный. Так нельзя делать. Ну, мне пофигу. Соус называется палак панир. Это одно из моих любимейших блюд. Соус, состоящий из шпината и сыра. Вы знаете, очень вкусный палак панир. На 9 баллов из 10. Попробуем, Света. Свет, у тебя очень-очень достойный баттерчик. Надо какой-то маленький кусочек взять. Можешь не брать, я сама... Сама разберешься? Ну, я понял тебя. Просто очень вкусная индийская еда. Буду сейчас ее есть. Мы приехали в какой-то национальный парк. И сейчас пойдем к водопаду Алмесе Гас. Фу. Позади и Света летают потрясающе красивые птицы. Мы пока ехали к этому водопаду, мы увидели попугаев. Тут вообще такая природа обалденная. Видно, что парк живой. Это какой-то волшебный водопад. Потому что он как с картин подпрыгивает на него. Он просто... Чем отличаются бразильские национальные парки? Тем, что части из них поделены между предпринимателями, которые доводят их до ума. Они берут с нас деньги, но зато здесь лавочки всякие есть. Здесь удобные тропинки, парковки. И, в общем, ты приезжаешь и не паришься вообще. Мы приехали в парк под названием Лакиньяс. И нас уже в двух метрах от эсэпшена встретили игрунки, которые жаждут чего-нибудь поесть. Но у нас, к сожалению, ничего нет. Но они, видимо, прям ручные. Парк большой. Здесь очень много водопадиков и таких бассейнов натуральных, где можно купаться. Пожалуйста, не кормите животных. И сидит такой. Покормите меня. Животное не согласно. Впечатление сугубо положительное. Опять все очень хорошо сделано. Водичка красивая такая, прям прозрачная. Какие-то головы странные. В общем, они поработали над тем, чтобы создать условия, когда ты идешь по природе и кайфу. Чем интересно, Бразилия? Во многих локациях встречаются натуральные бассейны. И ни в одной стране мира, где мы были, мы не встречали такое количество вот этих вот маленьких бассейнов. И вот мы опять пришли в парк. Натуральный бассейнов здесь около 20. Пока мы не пришли в туристический центр, мы даже не знали про это место. Бразилия, как в игре цивилизация, ты пока не придешь, тьма эта не рассеется, и ты не узнаешь, а что здесь есть. Мы для себя открыли этот замечательный парк. Света отлично покупалась. Ей вообще очень понравилось. Я полетал на дроне. В общем, здесь вообще супер. Единственное, что нас немножко напрягает, это вот эти знаки. Потому что такое количество кобр, что на португальском змея, мы еще никогда не видели. Здесь их просто, видимо, очень много. И мы сейчас, вместо того, чтобы высматривать птиц, мы смотрим под ноги и высматриваем змей. По цене качество бомба. 50 реалов человека. Все сделано качественно. Можно покупаться, можно где-то просто посидеть, помедитировать на водопад. Я его называю залипательный водопад, потому что ты сидишь в тени, тебя немножко как будто бы обдувает ветерком. И ты смотришь на этот водопад, и тебе не хочется даже ничего делать. И хочется просто посидеть и побыть наедине с самим собой. В одном водопаде ты купаешься, в другом медитируешь, гуляешь, наслаждаешься за адекватные деньги. Супер. Городок Альта Параиса, где мы сейчас находимся, у него есть две фичи. Первое. Это вкуснейшая кухня. Разные рестораны. Мы ходим по ним и с таким большим удовольствием едим. Мы находимся в ресторане, который называется Гривистый Волк. А не Гривистый Волк, как я три раза только что сказал, а лосето у меня уже не может держать камеру нормально. Он славится тем, что здесь вкуснейшие блюда из мяса. Мы заказали Entrada. То есть это такое разминочное блюдо. И знаете, этим разминочным блюдом нужно накормить как минимум два человека. Принесли нам потрясающий по вкусноте хлеб. И когда вот ты его так вот обмакиваешь, а потом вот так вкусно ешь, ты понимаешь, с каждым кусочком, что ты сюда еще вернешься. А что тут? Это филе под соусом горгонзола. Вторая фича. Это много разных таких прикольных парков, которые обладают сумасшедшими по красоте водопадами. Я даже забыл, когда я хожу то на одно место, то на другое. И там всегда какой-то помпезный, обалденный водопад. Прям такой царский. Мы сегодня посетили водопады Коурус. Мы пошли самостоятельно, даже не брали никакого гида. Прекрасно провели время. И нам вообще зашло. Идем по Бразилии. То есть вот сколько я уже гуляю по всяким этим паркам. Вот Бразилия, наверное, выглядит вот так вот. То есть какая-то такая... Местность с небольшими деревьями. Какие-то ручейки. Какие-то вот такие необычные растения. В общем, типичная Бразилия, с моей точки зрения. Минут за 15, таким легким темпом, мы спускаясь, пришли к красивейшему водопаду. И потом, немножко там покусив, мы пошли ко второму водопаду. И вот пока мы шли ко второму водопаду, вот это вот ощущение энергии этой реки, оно постоянно тебе передавалось. Ты идешь, прямо иногда такое останавливаешься, такой, вау, как здесь вообще прямо чувствуется, энергия тебе такая. Сама дорога, она чем хороша, то, что ты не на солнце, ты как будто бы постоянно в тени находишься. И идешь комфортно, ткаясь, поднимаясь чуть-чуть. Единственное, что нужно иметь нормальную обувь, потому что много камней, может там много фаворий. С большим удовольствием посмотрели и второй водопад. Вот потом самая жесть началась, потому что там вот такой вертикальный подъем, не знаю, градусов не 45, даже может быть 50-55, и просто вот так вот забираешься, как обезьяна, короче, куда-то. И минут 15 так поднимаешься, и это очень тяжело. Все, и потом мы просто вернулись. Все бразильцы, когда они слышали, куда мы поедем, в столице, пока жили, мы поедем в Шапату до Свеадея. Мы кому не говорим, вам понравится, вам понравится. И нам действительно нравится, проблема только одна, то, что мы приехали в сезон дождей. Апрель уже считается сухим сезоном. С ноября по март в сезон дождей. Некоторые локации могут быть закрыты. А иногда дождь просто срывал посещение достопримечательностей. Мы приехали на новую локацию. Свет, где мы? Мы идем к долине Луны. Ребятки, мы приехали в национальный парк Шапада Дос-Виадейрос. Здесь очень много разных трилей. Мы сегодня пойдем по средней. Красная в сторону каньонов. Я думаю, что будет классно, потому что не будет каких-то мощных перепадов вниз-вверх. Это просто такая хорошая прогулка по прериям. Потому что вот эта вот местность называется Сираду. Прерий. Предполагается 11 километров. То есть мы туда где-то 5-6 километров и обратно. Надеюсь, мы хорошо проведем время. Водопад обалденный. Каньон и тоже огонь. В Бразилии есть много очень крутых достопримечательностей. Прямо топ-топ-топ-топ. И сегодня мы приехали на одну из них. Она малоизвестная, но она офигенная. Чтобы до нее добраться, нужно ехать на своем автомобиле. Потом его оставить. Потом идти полтора километра. Какой ты назвал, мой друг? Да. Пойдем к Драгону. Я Педро. Педро. Окей, пойдем, Педро. Потом еще полтора километра вниз по очень стрёмной дороге, где ты можешь постоянно упасть. Мы пришли до речки. Нам дали специальные костюмы. И сейчас мы в Плайв будем добираться до этой мега крутой локации. Пару слов перед тем, как мы пойдем. Надеюсь, все будет хорошо. И потом вам нужно пройти по реке против течения полтора километра. Удивительно, что бразильцы даже не спросили, а вы вообще, ребята, плавать-то умеете? Потому что там есть три отрезка. Вот вы пока идете, через камни можно пораниться, можно удариться ногой, можно себе вывихнуть что-нибудь. Одна из самых экстремальных достопримечательностей в моей жизни. И там есть первый участок. Легонький, поплыл немножечко. Пока что гидрокостюм спасает. Я бы уже, наверное, убежал. Там дно-то вообще где-то есть. Потом... 70 метров. Еще один участок, где нужно плыть против течения. И я на нем, кстати, выдохся, потому что в конце там очень сильное течение. И если ты не по центру плывешь, а немножко слева или справа, то ты можешь вот так вот бесконечно делать и полностью, ну, выдохнуть. Не надо сюда ходить. Ни в коем случае. Опять же, тебе нужно какое-то время пройти пешком до каньона. Каньон, мое почтение. И потом 200 метров тебе снова нужно плыть против течения. Я вообще пару раз останавливался, еле-еле доплыл. Я устала в плам. И потом вообще просто эпическое зрелище, вот реально. Ну, я вообще уже забыл, когда я видел что-то потом. Нам повезло, никого не было, потрясающие водопады, ласточки летают. И мы такие уже, все, обнялись, мы дошли, все окей. И гид такой говорит, дальше идем. Мы такие, куда дальше-то там, все уже там водопад. И мы вот прям под него туда зашли, и ты идешь, тебе максимальное количество брызг вообще, ты уже ничего не видишь. Но вот это вот ощущение безумства природного, насколько оно сильное, насколько оно мощное. ты полностью как будто бы очищаешься, перезагружаешься. Это самое эпичное приключение в моей жизни. Обратная дорога отличается тем, что ты просто не напряжена. кайфуешь, плывешь спиной, смотришь вот так вот на этот каньон. Это просто вау. Это было тяжело? Это было охеренно тяжело. Я три раза умер, переродился. Теперь добраться до машины надо. Я плыл просто по течению, смотрел вверх и расслаблялся. Это было тоже очень-очень хорошо, потому что я очень сильно устал. По уровню впечатлений наверное будет на первом месте все, что мы увидели. В Бразилии как минимум. Кстати, когда мы спускались вниз, мы очень сильно спускались вниз, то есть полтора тоже километра от того места, где мы там ставили машину, может быть даже два. И сейчас вместо того, чтобы подниматься, когда у нас нет сил, мы тут взяли квадроциклы и сейчас мы на квадриках доберемся как можно ближе к нашей тачке. Ребята, помните, какой я был счастливый, когда заехал в этот дом? Теперь давайте повнимательнее посмотрим, что тут произошло. Вот Света работает в гостиной. Она убирает воду. У нас просто потекла крыша. И у нас тут пара ноутбуков было, мы вовремя пришли, они уже были в воде. Вот капает все. Короче, вот такая гостиная. Жесть. У нас примерно один сантиметр воды был. Да. Куча косяков, то есть здесь даже не поставить обувь вот сюда, потому что во время дождя ты ее должен убирать постоянно в дом. Если говорить вот про эту зону, она тоже почему-то вся в воде. Свещи говорят, это не потому, что я собираюсь забить козу, я оккультист, а просто потому, что здесь и комары летают, постоянно кусают. В общем, жуть какая-то. Приехали ребята, сейчас будут чинить нашу крышу. В общем, развлечение у нас на вечер. Потом мы поехали в национальный парк Тераронка и заселились в ближайшем городке Сау-Жуау. Мы заканчиваем наше путешествие по штату Го-Яс и вишенка на торте здесь являются огромные пещеры. У нас сегодня две больших пещеры, одна очень доступная, приехали, запарковались и сейчас пойдем буквально там 100 метров и все, посмотрим ее. Но вторая, до нее нужно будет идти прилично. Это наш гид, номер? Розавир. Розавир. Он 10 лет уже является гидом и он нам будет показывать пещеры. Пещеры нельзя посещать без гида и нам дадут вот такие вот каски, чтобы мы там не заблудились с фонариками и чтобы ничего у нас не прилетело на голову. Ну что, в путь? Бора! Мы идем в такое место, в чудо-место, потому что сюда приходят животные, специальное озерцо у них есть, они там пьют и вылечивают. Здесь местный природный госпиталь и сюда даже люди приходят и загадывают свои желания, так что нам тоже надо бы загадать. Пока что я в полном восторге. На каждом шагу я получаю какие-то эпические впечатления от эпических масштабов этой пещеры. Мы начинаем проходить вглубь пещеры по красоте. Это как чем дальше в лес, тем толще партизаны, потому что чем дальше мы идем, тем круче выглядит пещера. Бомба просто. Мы нашли портал в другое измерение. Местные земляне думают, это часы, которые стрелка показывает на 10 и 7. А я, как человек, который пришел в другой вселенной, я знаю, что это портал, цифра 10, круг, это портал в другое измерение. Он находится здесь. Все, пора переходить реку. Это самое эпическое путешествие. Недавно я говорил, что и было эпическое путешествие, но на самом деле нет. Вот. Вот полз как-то через веревки. Тут надо шевелить своими батонами, не расслабляться, включать фонарик, следовать за гидом. В общем, шаг влево, шаг вправо, падение и все. Капец, ты. Что, ребят, мы двигаемся ко второй пещере. И в этот раз дорожка немножко посложнее. Здесь очень много рек, приходится переходить вброд. часто река вот посюда, как мы видим. И надо очень быть аккуратным, потому что поскользнешься и потеряешь все свои камеры, дроны и так далее. Это растение, по словам нашего гида, нельзя трогать, потому что это как борщевик. Задел, все начало чесаться, и тебе больно. В общем, не трогайте вот такое растение. Как оно называется? Консенсалф. 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 А то, это кейма. Вишенка на торте оказалась максимально вкусной. Мы пришли во вторую пещеру, и она такая же офигенная, может, даже чуть офигеннее, чем первая. И с каждым шагом мы ловим эффект. Вау! Сегодняшний трип однозначно запомнится нам навсегда. Давай еще вернемся сначала, здоровыми. Да. На камнях случился эпик фейл. Видите, у меня такая камера, она на магните. Я креплю специальную штучку от ней в камеру. Когда мы поднимались, она просто улетела и чуть не упала в самый низ в расщелье. Там бы уже не достать. Нам очень сильно повезло. Чуть не лишились 500 баксов. Ну и все, возвращаемся, потому что в какой-то момент гид, его каска начала скрываться под водой, и он только нос так поднял и говорит, там дальше красиво будет. Мы такие, мы говорим, подожди, братан, все, уже успокойся. Мы и так уже посмотрели красоту. Давай назад. Все. Ну да, он там пузыри идут, но он такой, давай, давай сюда, все, идем. Хватит. Да просто потому, что там надо переходить, реку было уже, и он реально скрывался. Ну то есть, его макушка уже все практически под воду уходила, а он метр восемьдесят, как я. У нас куча всяких тронов, камер, и мы не хотим их потерять. Это слишком большой риск. Мы уже путешествуем по Бразилии давно, и штат Кояс на текущий момент это лучший штат, который мы когда-либо видели. И знаете, что мы сделали? Мы написали маршрут по этому штату, так что переходите по ссылке в описании к видео, там вся информация. На второй день мы поехали в пещеру Анжелика, известную не грандиозными масштабами, а лабиринтом залов с произведениями геологического искусства. В этой природной галереи, например, есть зал Штор, и бесконечные инсталляции сталактитов и сталагмитов, а потолки покрыты позолотой. Но в этом спелеологическом музее не мешало бы прибраться. Посмотрите, какой пыльный воздух. Вместо смотрителей тут летучие мыши и фрины. Эти страшные существа совершенно безопасны для людей, хотя их часто путают с пауками, и они даже засветились в Гарри Поттере. В фильме на них демонстрировали непростительное заклятие. А потом мы поехали отдыхать, сплавляться по реке. И это было прекрасное завершение нашего путешествия по штату Гояс. Дальше наш путь лежал в национальный парк Шапада-Диамантина в штате Баия. Но об этом в следующий раз. С вами были Лев и Света Арамилевы. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok